Ритуалы на день рождения. Спустя год, два или три, наконец-то расскажу. Всем привет, с вами Саргас. Очень, очень, очень долго меня спрашивают. Саргас, скажите, пожалуйста, какой ритуал провести на день рождения, чтобы единороги закружились в облаках, чтобы все желания исполнились, чтобы жизнь наполнилась счастьем, радостью, весельем, в общем, чтобы все было максимально эффективно и чтобы сработало именно в день рождения. Не совсем понимаю, зачем большинству людей ждать целый год, чтобы исполнить свои желания, если я уже давал кучу ритуалов на исполнение желаний. Но ладно, допустим, предположим, у вас сейчас или в ближайшее время день рождения, и вы хотели бы провести что-то этакое, что-то максимально мощное именно в этот день. Действительно, если вас поздравляют в день рождения, если вам этот праздник нравится, если вы в это верите и ваши близкие снабжают вас любовью и энергией, то, собственно, ничего сложного в том, чтобы направить эту энергию в нужное русло, нет. Ритуал крайне простой. Вам необходимо взять белые хозяйственные свечи, не восковые и не церковные. Парафин, стеарин, не принципиально. Почему я говорю не церковные? Потому что я много раз повторял. Христианство не подразумевает, что кто-то будет использовать его атрибуты в магических целях, потому что у них монополия на магию. Поэтому все якобы от лукавого, и я бы не рекомендовал вступать с ним в такую конфронтацию. Поэтому берем парафиновые или стеариновые свечи. Восковые взять можно, но есть такой нюанс. Во-первых, большинство восковых свечей освещенные. То есть даже если они продаются не в церкви, а где-нибудь у бабушки на рынке, не факт, что они не из церкви. И вы это проверить не можете. Ну, если вы чувствуете энергию, конечно, да, но если не чувствуете, то, увы, плохие новости. А кроме того, восковые свечи работают лучше. И в этом есть маленький нюанс. Дело в том, что чем мощнее амулеты, артефакты, магические инструменты, которыми вы пользуетесь, тем проще вам провести практику. И это хорошо для опытного мага. Он тратит меньше сил, это более целесообразно, но для мага неопытного, чем больше он тратит сил, тем лучше. Потому что чем больше вы тратите энергии, тем быстрее ваше поле учится восполнять энергию. Чем больше вы тратите сил, тем быстрее вы развиваетесь. Поэтому не стоит максимально облегчать себе жизнь. Я рекомендую парафиновые или стеариновые свечи, если вы начинающий маг. И можно восковые, если вы опытный маг и точно знаете, что они будут не церковными. Итак, берете белые свечи, можно желтоватые, это не принципиально, по количеству, сколько вам лет исполнилось. Ставите перед собой на подсвечники. Я рекомендую в этом плане быть очень осторожным. Я уже однажды сжег квартиру, поэтому теперь использую свечу в подсвечнике, которую ставлю на подставку, которую ставлю на еще одну металлическую подставку. И то без присмотра стараюсь не оставлять. В общем, берете количество свечей, даже если вам исполняется 50, ну что поделать, придется расставлять такое количество. Но будьте внимательны, что довольно много тепловой энергии пойдет вверх, и если у вас натяжной потолок, он может расплавиться, а то и загореться. Поэтому с большой осторожностью относитесь к такой практике. Ставите перед собой все эти свечи, но предварительно на каждой из них своим магическим ножом, или просто ножом, если у вас магического нет, от фитиля к основанию пишите свое желание. Сформулируйте, что вы хотите, продумайте это ярко, четко, вам это впоследствии придется проговорить перед огнем, но постарайтесь сформулировать все это в одно слово. К примеру, вы хотите восстановить свое здоровье, омолодиться и прочее, пишите здоровье. Если вы хотите заработать денег, пишите деньги. Если вы хотите магического развития, я бы не рекомендовал, потому что неизвестно, к чему это приведет. Магическое развитие это инициация, инициация это испытание, а ускорять испытание может быть несколько небезопасно. Поэтому хорошо подумайте, но если вам очень хочется, если вы готовы к лишениям, потерям и прочему, хорошо, магические знания, магические умения, прекрасный выбор. Пишите магия. Если вы хотите приобрести какую-то вещь, пишите название этой вещи. Купить дом, дом, приобрести машину, машину, что обычно хотят люди. Далее, ставите перед собой все эти свечи, и пол одной зажигаете. На первой свече здоровайтесь с огнем и просите его помочь вам в этот день направить вашу энергию и энергию ваших близких, которые вам желают добра, которые вас поздравляют с днем рождения, направить в нужное вам русло и описывайте, что вы хотите. Далее, зажигаете по одной все остальные свечи, уже не нужно повторяться, огонь вряд ли хочет слушать одно и то же 50 раз. Зажигаете свечи и стараетесь влить не просто в одну из свечей, а вот в это пространство энергии огня, которое образовано свечами. Их можно выстроить в ряд, их можно выстроить в круг. Тут как вам удобнее. Главное, перевернутые пентаграммы не чертите. В общем, пытайтесь направить энергию хотя бы мысленно. Да, визуализация не работает, но если вы не можете почувствовать энергию, хотя бы дайте установку, что направляю энергию такую-то туда-то. А если умеете, то из солнечного сплетения или издающей руки постарайтесь сконцентрировать и направить энергию, которую дают вам ваши близкие, в огонь. Далее, просто подумайте о своем желании, подумайте, как хотели бы его реализовать, огонь должен воспринять эту информацию, потому что всегда у желаний есть нюансы, всегда можно пожелать не совсем то, всегда можно получить не совсем то, поэтому нужно быть осторожным. Далее, не задуваем свечи, оставляем их на столе, смотрим, чтобы над столом не было ничего легко воспламеняющегося, люстры тоже воспламеняются и натяжные потолки, и идем праздновать. Они должны прогореть, но как минимум ночь. Если какая-то из свечей потухнет по естественным причинам, то есть порыв ветра из окна ее затушит, зажигать не надо, ничего страшного, это нормально. Если же кто-то сознательно возьмет их и потушит, или, боже упаси, задует, то, боюсь, что ритуал придется проводить заново и может и не сработать на второй раз, потому что огонь может быть оскорблен, то есть вы начали ритуал, а затем его прервали, или кто-то его прервал, что еще хуже. Свечи на следующий день задувать тоже нежелательно, если они слишком длинные, они могут гореть часов 8, 10, ну, 12. Если вы не хотите столько ждать, укоротите их где-нибудь вдвое, и тогда это будет 4, 5, 6 часов. За ночь вполне прогорят. Если вы делаете это утром, то вы вполне можете следить, если находитесь дома за прогоранием этих свечей. Делается это именно в день рождения, в тот самый день, ни днем раньше, ни днем позже. Вряд ли вам хочется в свой день рождения сидеть и наблюдать, как горит огонь, но мало ли. Свечи не задуваем, думаем о желании, в конце благодарим огонь, и когда ваше желание исполнится, снова зажигаем уже одну свечу, благодарим огонь за помощь в таком-то ритуале, который помог вам достичь того-то, и вливаем энергию в благодарность издающей руки или солнечного сплетения. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью, и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok